Почти 4 года шла Великая Отечественная и пока на фронте мужчины сражались за жизнь, за нас здесь в тылу тоже пришлось нелегко. Голод, тяжелая работа, на плечи подчас юных девушек упали совсем не женские обязанности. Целое поколение позрослело буквально за несколько месяцев. О чем они думали, о чем мечтали и как пережили эти годы, об этом новая серия нашего проекта 70 лет мы помним. Здравствуйте, Александра Трофимовна. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, проходите. Это вам, цветочки. Александре Трофимовне буквально несколько дней назад исполнилось 90. Она живет одна и всегда безумно рада гостям. Хоть уже и здоровье подводится, женщина старается все делать сама и готовит, и как может хлопочет по хозяйству. Все делаю, сидя, научилась, никуда не денешься. Она училась все стоически сносить и не жаловаться еще в годы войны. 18-летней девчонкой она встала к станку собирать мины. В смену через ее руки проходило 50 тысяч снарядов. Я только успевала их брать вот так. Вот считайте 50 тысяч. Мне женщины, которые шура, ты что делаешь? Ты же будешь больная. Да ну вы что? Ну разве молодость слушать старых никогда? Уже к середине 1942 года работали на Востоке все эвакуированные предприятия. Мы полностью восстановили свой военный потенциал. Экономическая система социализма выдержала суровую проверку войной. Но это только на кадрах советской хроники. Люди работали с удовольствием, в чистом платье. В жизни все было совсем по-другому. Это я. 43-й год. Да, это вот. Больше у меня ничего не было. Это единственный снимок Александра Трофимовны тех лет. Больше сфотографироваться не удалось. Их цех находился в подвале, где не было вентиляции. Голодным, оборванным им по несколько недель приходилось ночевать на заводе. Пока в буквальном смысле не заедали вши. В тяжелые моменты, вспоминает женщина, их как мог поддерживал бывший фронтовик, диспетчер. Бывало, приходят доченьки, милые мои, сегодня вы должны дать хоть что-то, сто штук свыше нормы. Там ваши братья, там ваши мужья, там женщины с нами работали, там у вас, значит, и отцы. Пожалуйста, делайте. Мы единственное думали только, чтобы дать норму. Больше мы ничего не думали. Несмотря на все невзгоды, было на войне и время для простых радостей. Самое большое веселье – выход в театр. Но лучший момент, вспоминает Александра Трофимовна, когда им сказал диспетчер, что войне конец. И слезы были, и радость была. И мы, молодежь, конечно, ну как вся, наверное, молодежь, и кричали, и пели, и то, и другое. Женщины, которые получили похоронку, плакали. Александра Трофимовна часто думает о тех годах, сравнивает свое поколение и нынешнее. Говорит, что сейчас многих проблем можно было бы избежать, если бы все поступали, как раньше. Тогда слова не было, нет, что я не буду. Мы так работали. Что вот сказать, что я не буду, что вот тебе сказали, ты должен делать, значит, все нужно делать. Наталья Истомина, Павел Иваницкий, 7 канал, новости.